В этот день 8 декабря родились Владимир Гелировский, российский журналист и писатель, знаменитый знаток Москвы. Контр-адмирал Тимур Гайдар, подводник, сын детского писателя Аркадия Гайдара. Владимир Шаталов, советский космонавт, начальник Центра подготовки к космонавту. Шаталов – космонавт номер 13, и как всякий космонавт первых полетов на орбиту, это была личность. Детство его пришлось на войну, причем Володя принял участие в этих событиях как мог. 13-летний помогал копать укрепления на подступах к Ленинграду, а потом стал сыном полка, там же под Ленинградом прибился к военному эшелону. После войны осуществил свою мечту, стал летчиком, освоил десятки самолетов, один вертолет, доводилось ему и садить горящую машину, и быть пилотом-инструктором, а потом, почти уже на пятом десятке, он подтянул к себе новую мечту – стать космонавтом. Как опытному летчику ему в январе 69-го года поручили историческую миссию, в первом же его полете на орбиту – впервые состыковать два космических аппарата. Первый старт был отменен из-за поломки. Шаталов узнал об этом, уже находясь в ракете. Мрачно пошутил. Полковник Шаталов покрыл все мировые рекорды, откуда взлетел туда и приземлился. Взлетел уже на следующий день. А 16 января корабль «Союз-4» соединился с «Союзом-5». Маневры проходили под руководством Шаталова. За следующие несколько лет путешествия на орбиту для него стали регулярными. Так что вместе с коллегой Елисеевым он оказался первым, кто совершил три космических полета. Последний из них в апреле 71-го года опять был историческим и опять прошел не без приключений. Экипаж впервые состыковался с орбитальной станцией «Салют», но сцепка была не герметичной, пришлось спешно возвращаться домой. Вскоре Владимир Шаталов ушел на космическую пенсию, но на Земле продолжил бурную деятельность. Написал несколько книг. В 87-м году возглавил Центр подготовки космонавтов. Он прожил долгую интересную жизнь, став первым из космонавтов, кто достиг 90-летнего рубежа. В этот день, 8 декабря 1920 года, писатель Александр Грин в Доме искусств в Петрограде впервые прочел свою фиерию «Алые паруса». Автор посвятил эту книгу своей любимой супруге Нине Николаевне «Алые паруса». Александр Грин назвал жанр произведения «фиерии». И действительно, это была песнь любви и надежды. По словам Нины Николаевны, «Алые паруса» – книга, утверждающая силу любви, человеческого духа, просвеченной насквозь, как утренним солнцем. Любовью к жизни, к душевной юности и верой в то, что человек в порыве к счастью способен своими руками творить чудеса. Причем Грин написал эту книгу о любви и победившей мечте в мрачное время революции и гражданской войны. Автор в прямом смысле голодал и находил поддержку в этой истории о Бассоль и Грее. Позже Горький много раз плакал на сцене встречи главных героев книги, а у Полустовского родились такие слова. Если бы Грин умер, оставив нам только одну свою поэму в прозе «Алые паруса», то и этого было бы довольно, чтобы поставить его в ряды замечательных писателей, тревожащих человеческое сердце призывом к совершенству. 8 декабря 1974 года завершился космический полет корабля «Союз-16». Это была генеральная репетиция перед знаменитой советско-американской стыковкой «Союз-Аполлон». 8 декабря 1999 года между Россией и Белоруссией был подписан договор о создании союзного государства. 8 декабря 1991 года подписаны Беловежские соглашения, они констатировали конец Советского Союза. Накануне подписания этого исторического документа какие-то призрачные шансы на то, что СССР сохранится, оставались. Но, конечно, в каком-то новом виде. Однако у союзного государства было только 7 потенциальных членов – Россия, Белоруссия и Среднеазиатские республики. Это были последние республики, которые еще колебались, оставаться ли внутри единого государства. Однако глава РСФСР Ельцин был убежден, что без Украины договор не имеет смысла. И вот состоялась его встреча с Леонидом Кравчуком, новоизбранным президентом Украины. Был это уже в Белоруссии, куда съехались главы республик. Ельцин задал прямо вопрос – согласны ли вы подписать новый союзный договор, если будут удовлетворены новые, пусть украинские, условия? Кравчук, по его словам, наотрез отказался. Видимо, этот ответ – точка невозврата. По окончанию переговоров озвучено итоговое соглашение, сообщавшее, что СССР как субъект международного права и геополитическая реальность прекращает свое существование. СССР ушел в историю. Таким был этот день 8 декабря. Субтитры создавал DimaTorzok